Бутылки, пакеты и бочки. Это самый распространенный мусор, который можно увидеть в нашем городе. Хуже всего то, что встречается он в скверах и парках. И стоит людям с первыми днями весны выйти на улицу, как прекрасная прогулка будет омрачена большим количеством мусора. Убирать его – задача в первую очередь городских служб, а иногда к ним присоединяются и обычные люди. Такие мероприятия называют субботниками. Традиция старая, однако крепко сложившаяся. И проводить их стараются как можно чаще. В Рязани привычное мероприятие – это месячник по уборке города. Он стартовал с 14 апреля. В рамках месячника у нас запланировано проведение трех общегородских субботников. 14 апреля, 21 апреля и 12 мая. Мы приглашаем всех жителей и гостей города неравнодушных к участию в субботнике. Со своей стороны мы обеспечиваем всех необходимым инструментом, мешками, необходимой техникой для вывоза мусора. На такое мероприятие приходят как жители города, так и чиновники. В приоритете уборки – ветки и листья деревьев, а также стихийный мусор. В минувшие выходные на помощь горожанам вышли около 800 чиновников и работников муниципальных предприятий и учреждений. За весь день совместными усилиями собрали более 140 кубометров мусора. Наша задача – максимально привести город в порядок после зимы. Эта работа, как вы видите, уже ведется, уже несколько дней месячник идет. Но основной упор мы делаем на проведение этих субботников. В настоящее время люди живут в своих домах, пока на улице вокруг них собираются отдельные островки мусора. И ждать, пока городские службы хоть как-то отреагируют на эту ситуацию, местные жители не стали. Наталья убирает свой дом вместе с соседями. Инициативная группа небольшая, однако это компенсируется их активностью. Вы знаете, у нас даже бабушки, показатель, кстати, высокий бабушкинский, бабушка ходит из 6-го подъезда и 90 с лишним лет. И она утром проходит, собирает все бумажки, ну вот все, что ей не нравится, она все собирает. И вот даже бабушки, не говоря о том, что, в общем-то, молодежь особо там, она не молодежная, такого возраста, как я, то есть уже. Вот, но у нас все любят этот двор наш, и мы, вы знаете, как мы постоянно просто поддерживаем. То есть у нас нет такого, что мы приходим, то есть где-то снег стаял, и у нас там гора мусора. К дворовой территории возле этого дома придраться сложно. Нет ни пакетов, ни пустых упаковок. Даже бычки, которые в нашем городе легко найти на земле, словно опавшие листья, здесь не встречаются. А как вообще пришла идея убирать двор? Почему? Ну, это же нормально. Это же просто человечески нормально. Мы же убираем свои жилища, почему мы должны в каком-то свинарнике жить? У нас, смотрите, какие красивые городики. Двор возле дома на Затиной – это не единственный пример в Рязани, где местные жители устали ждать хоть какой-то реакции от городских служб. К сожалению, есть места и прямо противоположные – придомовые территории, которые превращаются в настоящие свалки. Кажется, что про них забыли даже местные жители. Правда, вместо того, чтобы сетовать на грязь у своего дома, можно взять и помочь родному двору самому. Например, выйти на общую уборку, организованную местными жителями или службами города. Так, следующий городской субботник пройдет 21 апреля и завершающий в мае 13 числа.